По мнению политтехнолога Кирилла Шкелева, не все рейтинги губернаторов стоит считать объективными. И в данном случае говорить о репутационных потерях Дениса Паслера не стоит. Подробности в рубрике «Экспертное мнение». Объективность этих рейтингов – это вопрос разный. И зачастую это зависит от наличия контракта у той или иной компании политехнологической либо института некого политологического с тем или иным регионом. Вряд ли сейчас рейтинг действующего губернатора выше, нежели его результат на выборах в 2019 году. Потому что исполнительная власть – это работа. И зачастую приходит попа принимать непопулярные решения. И все это, естественно, падает на рейтинг губернатора. Но я не думаю, что он упал критически. Когда Денис Владимирович только сменил Юрия Александровича у нас в регионе, понятно, что, во-первых, на контрасте возрастном, с учетом большой усталости за 9 лет от Юрия Берга, с учетом ожиданий и надежд, которые возлагали на Дениса Паслера, это было время его максимальных рейтингов. И то, что с течением времени рейтинги начинают снижаться, это вполне ожидаемая и логичная история. Открытой какой-то социологии именно у нас нет, а все, что мы видим в телеграм-каналах и в какой-то аналитике – это такие экспертные оценки. И экспертные оценки, они далеко, мне кажется, не всегда отражают, во-первых, оценку Кремля, деятельности ставленников региональных, и далеко не всегда соотносятся с тем, как жители оценивают работу того или иного политического деятеля. Шеф-редактор «Эхо Москвы» в Оренбурге Ирина Левина отметила, что оренбуржцы все еще надеются на губернатора и его команду. Также она добавила, что Денис Паслер может возглавить региональный список в Государственную Думу. Денис Паслер может возглавить региональные списки в Госдуму для того, чтобы быть таким локомотивом, за счет рейтинга которого должен потянуться и рейтинг партии. Период вот такого довольно позитивного отношения и надежды, ожидания Дениса Паслера он еще не прошел. Я думаю, что в целом все-таки большая часть населения, она еще дает ему и его команде время на какие-то изменения. Провальные моменты истории все-таки списывает на подчиненных или там нерадивых чиновников. Если мы увидим во главе списка «Единой России» Дениса Паслера, то будет означать, что его рейтинги они все-таки выше, чем рейтинги партии. Значит, они делают на него ставку, чтобы он протащил за собой хвостом тех людей, которые должны пройти. Сейчас я не думаю, что есть какие-то предпосылки и причины на то, что он не возглавит список. Помимо рейтинга меряется еще и антирейтинг, как правило. То есть и поэтому если есть общее такое сильное недовольство руководителям региона, то, конечно, его, наверное, не будут ставить во главе списка. Но все-таки, опять же, Денис Паслера, он не так долго работает, он работает всего чуть менее полутора лет в регионе. Поэтому вряд ли накопилось такое некое критическое количество именно негатива по отношению к нему, то есть как к человеку, который возглавляет исполнительную власть.